Здравствуйте! Как всегда, неотвратимо пришел часть Делягина на волны комсомольской правды. В студии у нас Михаил Делягин, доктор экономических наук. Я журналист комсомолки Евгений Черных. Михаил Геннадьевич, вы мне помните отношение к СМИ какое-то имеете? Ну да, я выступаю в средствах класса информации. Четыре года вы уже пятый, наверное. Скоро надо будет отметить юбилей. Да, юбилей. Напоить всю редакцию так, чтобы радио перестало работать, чтобы телевидение перестало работать, чтобы газета вышла с какой-то непристойной картинкой. Да, что Делягин у нас никаких отпусков, никаких выходных, каждую неделю он как штык здесь. Но кроме того, вы главный редактор тоже какого-то СМИ? Это журнал «Свободная мысль», бывший коммунист, бывший большевик. Так что журнал выходит с 1924 года. Я могу сказать, что вот прямо такой деятель средств массовой информации, но когда ко мне пришла редакция, сказала, вы знаете, нас тут бросили, не подберете ли вы? Ну что называется, не мы это начали, не нам это заканчивать. Это должно быть. Ясно. Ну, свободной мысли, говорите, да? Да. Ну, век свободной мысли не видать. Я вас поздравляю, у нас теперь новый начальник, большой в СМИ руководит в Госдуме, Митрофанов господин, так что мы теперь все Митрофанушки, похоже. Ну, простите, пожалуйста, все-таки я не думаю, что председатель комитета Госдумы чем-то руководит, кроме своих секретарств. У нас, как известно, парламент не место для дискуссий. Нынешняя Государственная Дума является примерно таким же органом власти, как и несколько детский садик. Это просто машинка для штамповки решений, принятых администрацией президента. Так что я думаю, что не стоит преувеличивать и ее значение, и значение комитета по СМИ. Но все равно такое вот назначение странное. Ну, а насколько я помню, там было два представителя «Единая Россия». Да. И «Единая Россия» решила не позориться и отдать, так сказать, это место кому-нибудь посторонним. Я думаю, это демонстрирует очень внятное отношение «Единой России» к своим членам, к тем, кто имел глупость вступить в эту партию, с моей точки зрения. И, в общем-то, руководство «Единой России» в этом отношении вполне солидарно с российским обществом. Я Митрофанова знаю давно, я очень к нему отношусь, скажем, мягко, критически. Но, знаете, у него есть одно достоинство. Он не член «Единой России». Ну, вы уже как-то начинаете. Он был член МЛДПР, большим функционером. Был второй человек после Гриновского. Да, а когда там, ему даже песню писала, когда там дела стали плохи, ну, говорили, что все, ее там из Думы уберут, тогда он перебежал к Миронову в «Справедливую Россию». Оттуда его вычистили весной. Так что он теперь человек-то такой, ближе к «Единой России». Неважно. И потом, знаете, назначение господина Митрофанова руководителем комитета, оно характеризует отношение нашего государства к средствам массовой информации. Вот, вот, вот. Даже больше, чем демонстративное отсутствие такого комитета в Государственной Думе. Потому что в нем просто забыли. Нет, он когда-то был, потом его сприкрыли. Его забыли. Когда создавали новую дуну, просто забыли. Ну, понимаете, ну что такое средство массовой информации? Потом было 17 главных редакторов, как вот наш уважаемый главред «Эхо Москвы» открыл тайну. Тем уважаемым. Ну, будем вот известны в журналистской круге. А, ну, некоторые уважаемые. Хорошо. И он сказал, что было 17 руководителей главных СМИ, и они попросили на Рыжкина, что надо бы создать комитет. Ну, вот сказали, ах, вы хотите... Инициатива наказуема. Вот вы и получили. Хотя был от «Единой России» очень уважаемый журналист Борис Резник, который раскрывал еще дела дальневосточной мафии, Винни Пуха и прочее. Пожалуйста, уважаемый журналист, который является членом «Единой России». «Единая Россия» очень внятный сигнал дала всем, что не надо быть членом «Единой России». Тогда она вам поможет. А если бы вы в нее вступили, она вас закопает. Это, по-моему, очень ярко все показано. И как давний патриот, а даже фанат этой замечательной партии, я это скорее приветствую. Да, но мы метрофанушки теперь, к сожалению. Ну, простите, пожалуйста. Ну, да. С чем вас поздравляю? Потому что ощущение для меня лично, что человек, который снял такой эротический, мягко говоря, фильм, и который выступал в поддержку в свое время вот этих девочек-лесбиянок, татушек. Ну, во-первых, они не лесбиянки. Они изображали лесбиянок. Они изображали. И они занимались пропагандой, так сказать, лесбийского секса. И он вообще-то был их продюсер. Насколько я понимаю, это была его идея. Ну, сопродюсером. То есть человек талантливый. Он талантливый. Но вот говорят много про обыдление народа средствами массовой информации. И вот человек, который, вот шоумен, которого поставили сейчас сюда, это как раз дает знак где-то, наверное. Знаете, я поддерживаю это назначение. Потому что не нужно, чтобы в жизни были иллюзии. Если средства массовой информации будут понимать, что про них думает руководство страны, то, может быть, они будут малость поадекватнее. А с другой стороны, ну, а, скажем, замечательный холдинг господина Габриэлянова, Life News, по-моему, из Вестия теперь тоже ходит, да? Ну, а кого назначить и руководить этим замечательным холдингом? Ну, кого? Согласитесь, что господин Митрофанов наиболее полно соответствует этому формату. Да. И самое главное, что назначен не член Единой России. Ну, это... В Единой России, понимаете, в Единой России очень много достойных людей. Достойных, много. Очень много хороших людей. И они должны как можно быстрее и как можно более полно, полно, более подробно понять, а, куда они попали, и, б, как к ним относятся. В этом замечательном месте. Поэтому я назначение господина Митрофанова поддерживаю, поддерживаю, и считаю, что это правильное с политической точки зрения назначение. Даже несмотря на то, что вопрос о взятке какой-то возник. А что, есть какие-то вопросы? По-моему, там одни ответы. Там же вроде есть видеозапись. Ну, там что-то с это, но комиссия по этике сначала отправила материалы, запросы в генпрокуратуру, в следственную комитет. Комиссия по этике в нынешней Государственной Думе, это звучит примерно так же, как комиссия по богословию при комитете, при союзе воинствующих безбожников. Вот примерно так же. И давайте не будем забывать, что господин Митрофанов, даже если он действительно взял взятку, или взял чужую взятку, или что-то украл, я не знаю, у нас нет юридических доказательств этого, мы же не представители братских народов Кавказа, которые могут стрелять в голову, им за это ничего не будут. А мы, у нас российские законы распространяются даже в более чем полной мере. Но даже если это случилось, ну согласитесь, он Путина не ругал, за демократию не выступал, Единую Россию не критиковал. Ничего, что свидетельствовало бы о его любви к правде и о его нелюбви к коррупции, мне, например, лично про него неизвестно. Так простите, он правильный человек. Это если вы будете бороться с коррупцией, или по крайней мере прицать коррупцию, говорить, что демократия это хорошо, а говорить, что вот кое-где, кое-кто у нас еще порой, честно, жить не хочет. Тогда вас спинками из Госдумы вынесут как того жгуткого старшего. Найдут сразу все грехи, в чем вы виноваты, в чем вы не виноваты. А если вы, как бы сказать помягше, находитесь в рамках государственной этики, то есть вы начальство не ругаете, а творите можете все, что угодно от лесбийского секса и кончая, так сказать, взятками. Пожалуйста, но это скорее говорит вам вашу пользу. Если бы господин Резнику, о котором вы сейчас сказали, осуществил бы какие-то противоправные действия, вот я думаю, что его шансы в конкуренции с Митрофановым резко бы выросли. Резко. Потому что, во-первых, если он замаран, то он будет делать то, что ему скажут, в нем никакая совесть не проснется, он в тюрьму пойдет, если она проснется. А во-вторых, он свой, с моей точки зрения, для людей, которые принимают эти решения. Но он честный человек, судя по всему, с преступностью боролся. Представляете себе, а что будет, если глава комитета государственной думы вдруг начнет делать что-то разумное в сфере средств массовой информации? Это же будет антигосударственная, с моей точки зрения, деятельность. Так что бюрократическая логика здесь абсолютно понятна. Чем хуже, тем лучше. Бюрократическая логика. Конечно. Мы с вами не бюрократы, поэтому нам это непонятно. И я считаю, что чем ярче нынешняя бюрократия будет показывать свое замечательное лицо местами почти человеческое, российскому обществу, тем лучше российское общество будет понимать свое нынешнее положение. А это полезно. Просвещение? Мать учения. Это хорошо. Или повторение, мать учения. Ну раз повторение, то такая книжечка «Дураки, дороги, другие беды России». Михаил Делягин ее выпустил. Могу прорекламировать, хотя бы потому, что ее уже в магазинах нет давно. Это наши беседы. Да, цираж разошелся. Быстро. Это беседы на радио «Комсомольская правда». Наши беседы о главном, как здесь анонсировано. «Дураки, дороги, другие беды России». Ну, во-первых, наверное, надо уже... Мы наговорили за это время, вот после выхода этой книги, немало, еще не на одну статью. Ну, посмотрим, как получится. В любом смысле. То есть книжку выпускать. А второе, вот то, что анонсировано еще на прошлой неделе, тема была дурдом на дорогах, потому что вот со времени выпуск этой книги у нас уже... Дурдом на дорогах уже дурдом. Простите, только на дорогах? Ну, давайте... В Кремле все в порядке? Дураки, дороги, другие беды России. Дурдом на дорогах. А. И вот анонсирована это была тема передачи еще на той неделе. Могут проверить люди, в программе стоит. А в воскресенье этот дурдом на дорогах, на дороге, он еще новый. И уже окончательно дурдом. А чего нового? Ну, Кавказская свадьба в центре Москвы стреляла во все стороны. Стреляла, насколько я понимаю, по людям, по машинам, даже по ГИБДД она стреляла. Но это нормально. По ППС. Ну, по ППС машина. По полиции, короче, стреляла. По полицейской машине. Ну, сказать, что ж тут. Как сказано, у них такой народный обычай. Скажите спасибо, что они вас не резали. Не режут пока. Пока. Вопрос в том, что только возле Кремля остановили уже спецназом, как сообщают. Смею вас заверить, что если бы они не ехали не к Кремлю, а ехали бы от Кремля, то, наверное, никто бы связываться не стал. Обратите внимание, мы же все с вами помним историю митинских милиционеров. Когда пьяные чеченцы устроили дебош, устроили бардак. Когда человек влез на стол, стрелял с криками «Всем боятся, что чеченцы отдыхают». Когда его пытались утихомирить милиционеры, тогда еще милиционеры, один из них получил сотрясение мозга. И когда этих невинных овечек в припадке русского фашизма и ненависти к самой толерантной национальности нашей страны, когда доставили в отделение, то в итоге люди, которые пытались навести общественный порядок, они просто сели в тюрьму. И, по-моему, сидят до сих пор. Да, сидят до сих пор. И, по-моему, не сидят до сих пор. Условно-досточное распространение на людей, которые смеют заикаться на хозяев России, она не распространяется. И мы видим, что законы России – это, извините, выражаясь языком, так сказать, толерастия для русского быдла. Я цитирую жену одного очень известного демократического театрального режиссера. И если вы чем-то недовольны тем, что вас режут, или вас избивают, или на вас нападают, или насилуют ваших близких, то вы, а, русский фашист, б, вы занимаетесь экстремизмом и вообще должны сидеть. И то, что случилось на Тверской, ну, вы знаете, это плевок в лицо всей России. Потому что это демонстрация того, что я не хочу говорить про национальности. А хотя у нас есть определенные, так сказать, особенности культуры, которые видны. В любом народе есть мерзавцы, но почему-то в некоторых народах они как-то сильно заметнее, чем у других. Но есть особенности культуры. Есть люди, которые ведут себя как дикие звери. И им позволено практически все. Вы представьте себе, что вы, что вы, куда-то вы выстрелили не туда из травматического пистолета. Вы бы сидели уже через пять минут, если бы вообще живым вышли из отделения милиции. А тут отпустили. А здесь получили 100 рублей штрафа. На выходе, как я понимаю, побили журналистов. По крайней мере, как деликатно пишут в газетах, сильно толкнули. И полицейские, на глазах которых все это происходило, судя по всему, сказали, ну, если пострадавшие осмелятся написать заявление, мы с ним что-нибудь сделаем. Может быть, мы даже его почитаем. Может быть, мы даже его почитаем. Ну, я думаю, с одной стороны страшно, потому что ведь зарежут нафигу. А если не зарежут, то посадят и потом зарежут. От полковника Буданова убили. Списали все на каких-то националистов, которые, судя по всему, никакого, с моей точки зрения, никакого отношения к этому делу не имели. Ну, там, допускали не вполне корректные высказывания. Но сейчас, по-моему, понятно, что они правы, судя по тому беспределу, который творится в нашей стране. Да? И, пожалуйста, убивайте дальше. Мы видим абсолютную безнаказанность, мы видим волны кавказского террора, которые захлёстывают Россию. Но если вы смеете выразить неудовольствие этим, то вы преступник. Если вы правильной национальности, вы можете убивать этих русских интерменшей, насколько я понимаю. В прошлый раз Гитлер считал нас недочеловеками, а сейчас мы видим, что нас считают недочеловеками наше собственное государство. И выход из этого только два, очень простой. Либо реализация экстремистского, как вяжет либеральная общественность, лозунга «Манежный площадь и закон» един для всех. По мнению наших либералов и сильно больных толерастий людей, это экстремистский лозунг. И тогда всё очень просто, если его реализовать. Что есть законы Российской Федерации. Если вы не хотите или не можете жить по законам Российской Федерации, то вы будете сидеть по законам Российской Федерации. А если вы не можете или не хотите сидеть по законам России, то вы будете лежать по этим законам. Все очень просто. Или второй вариант. Пожалуйста, Господь с Вами, с Вашими законами, подавитесь ими, подавитесь своей полицией, разрешите людям самооборону, разрешите нам носить боевые пистолеты, потому что в конце концов бешеная собака, она не понимает слов, она понимает только пулю в голову. И смею Вас заверить, что если граждане Российской Федерации получат право на самооборону, на ношение боевых пистолетов и на их применение в ситуации самообороны, когда по Вас какой-то пьяный алканавт, или трезвый, что еще хуже, стреляет по Вашей машине в центре города из травматического пистолета. Да, большой вопрос. И я думаю, что в течение недели эти люди начнут выполнять законы, как шелковые. Понимаете, мы видим ситуацию просто невменяемости. Да, конечно, там социальная катастрофа, там ужас в Дагестане, люди платят взятки, чтобы их детей взяли в армию, и мы знаем, что они подпосле этого делают в этой самой армии с призывниками из других регионов. Но ситуация такова, что в конце концов собачка тоже не виновата, что ее кусала бешеная лисица. Но это не повод для того, чтобы считать, что у этой собачки есть права, а все остальные быдла, и она должна реализовывать свое право на то, чтобы кусать всех остальных. Знаете, это омерзительная ситуация, что мы с вами живем, по сути дела, с моей точки зрения, в оккупированной стране, где вас могут убить завтра, и вы сами виноваты, и никто не будет вас защищать, вас могут избить, ваших близких могут изнасиловать, и все в порядке, это нормально, это законно, а если вы недовольны этим, то вы русский фашист, и вы должны сидеть в тюрьме. Здесь проблема не в национальности, здесь проблема культуры. Если человек нормален, это один вариант, но мы видим, что очень часто эти люди действительно ведут себя абсолютно ненормально. И проблема не в том, что, понимаете, если армянин принимает в свое училище азербайджанцев, то это, скорее всего, приветствует. Но когда армянин не принимает в свое училище русских, это другая тема. И государство должно за этим следить, но, к сожалению, наше государство осуществляет действительно очень четко, очень внятно, очень жесткую этническую политику, которая, с моей точки зрения, заключается в подавлении русского народа, и в дискриминацию русского народа. И мы с вами находимся, живем в России, я не могу сказать, что мы живем как негры в ЮАР. Нет, конечно. Законы не зафиксированы и так далее. Старый ЮАР, где была протеста. Старый ЮАР. Но, вы знаете, я знаю, что в Прибалтике, в Латвии, в Эстонии дискриминируют русских. И там существуют законы, которые обеспечивают эту дискриминацию. И русские, дискриминируемые в Латвии и Эстонии, они, в общем, не очень-то стараются бежать в Россию. По той же причине, по которой они не стараются бежать в Казахстан. Потому что дискриминация там, формально узаконенная, значительно лучше, чем неформальная дискриминация здесь. Вот посмотрите, вот новость, которая только что была, ведь никто не сговаривался. Так называемый адвокат Хасавов, который пообещал залить Москву кровью. Официально, публично, в прямом эфире. Вы считаете, что приходит куда-то в город и расследует чужой мест, а мы считаем у себя дома. Возможно, вы чужие. Мы у себя дома, и мы будем устанавливать те правила, которые нас устраивают. Хотите вы этого или нет? Любые попытки изменить это будут обольются кровью. Тут будет второе мертвое озеро. Мы зальем город кровью. Он освобожден за отсутствие состава преступления. Понимаете, если я пообещу залить Чечню кровью, условно говоря, ну, я думаю, что условный этот срок я получу, несмотря на любые усилия любых адвокатов. А господин Хасавов, это оказывается нет состава преступления. Он пообещал нас здесь всех убить вполне серьезно. Он пообещал залить Москву кровью. Это было сказано. Ой, вы знаете, его не так поняли. Еще не хватает сказать, что у него такой национальный обучень. И тогда все можно, ему все можно. Понимаете, российские законы, российская практика правоприменения феерично устроена, что законы карают законопослушную. А если вы, так сказать, принадлежите к какой-нибудь группировке, желательно еще и этнической, то законы не для вас. Причем, если вы принадлежите к какой-нибудь преступной группировке, то законы тоже не для вас. Мы видим, как себя ведут обычные уголовники. Ну, не кавказские, не среднеазиатские, а российские. Мы видим, как себя ведут дети и родственники нашего начальства. Да, причем совершенно там. Какой-то родственник Сергея Борисовича Иванова там на переезде убил женщину, сын, по-моему, и после этого родственники этой женщины, они же оказались виновны. Их пожалели, их не стали сажать. За его моральное страдание. Да, да, да. Я убил человека, я испытываю моральное страдание, родственники должны быть наказаны и так далее. Вы понимаете, это даже не беспредел. Это в прямом смысле слова подавление по, ну, не по национальному признаку, а по культурному принципу. Если вы законопослужный человек, то вы должны быть рабом. А если вы нарушаете закон, то все в порядке. И я думаю, что здесь причина не в том, что кто-то где-то ненавидит русскую культуру. Здесь дело в особенностях русской культуры. Ведь среди особенностей русской культуры, например, мы очень не любим давать взятки. Ну, мы скрипя сердце на это идем, когда это другого выхода нет. Но мы это не любим. Мы знаем, что взятка – это преступление. В русском языке слово «взятка» означает «преступление». Скажем, в старо-турецком языке слово «бакшиш» – это не было преступление. Это был обычай, это была норма. И культура есть разная. И когда вы представитель коррумпированной бюрократии, все это офшорная, аристократия и прочего. И вы хотите, тупо хотите денег. Вы хотите, чтобы вам платили. И у вас выбор – вышибать по тысяче рублей с тысячи русских, носителей русской культуры. Я оговариваюсь принципиально, потому что, скажем, вот есть титульные характеристики русской культуры. Вот самый русский из всех моих знакомых, вообще-то говоря, по национальности – азербайджанец. Он полностью соответствует всем характерам. Характеристикам, правда, он пожилой человек. Советский еще. Советский, конечно. И хотя он, ну, их называется и мама азербайджанец, и папа азербайджанец, и мама азербайджанка. Все. А мы шлим Магамай. Ну, можно и бесконечно говорить. Но, если вы носитель русской культуры, вы не любите давать взятки. И собирать с вас взятки – это мучение. А тут есть диаспора. И по щелчку вам с огромным удовольствием принесут все. Но это касается и незаконной миграции, и это касается людей, которые, так сказать, являются гражданами Российской Федерации и которые живут на территории Российской Федерации исторически. С другой стороны, вы, как носитель русской культуры, считаете, что государство вам должно. Мы по культуре все-таки европейцы. Государство имеет передо мной обязанности. Я готов мириться с тем, что их плохо выполняют, но я всегда помню, что оно обязано. Я не нарушаю законы, даже дурацкие. Из-за этого государство мне должно. А есть другие культуры, по которым государство, вообще говоря, никому ничего не должно, перед ним нужно прогибаться. Естественно, я, как носитель коррупционного мышления, как член мафии, сидя в соответствующем должности, мне приятно общаться с носителями той культуры, которая готова платить и которая готова согласна с тем, что я им ничего не должен. А гражданам Российской Федерации, в полном смысле этого слова, носителям русской культуры, я отношусь как к врагам, потому что они мешают мне жить, и поэтому они должны быть уничтожены. И отсюда вырастает вся реальная национальная политика российского государства, которая осуществляется реально в каждой точке. Если вы говорите, что залить Москву кровью, но вы относитесь к правильному типу культуры, то с вас только пылинки не сдувают. А если вы носитель русской культуры, то я уж не знаю, как мне заходить в храм РПЦ, то меня опасает, если там что-нибудь не так, куда-то посмотрю. Но самое главное, что я хочу зафиксировать еще раз, что проблемы межнациональной политики, те же самые проблемы кавказцев, они не в горах Кавказа, они в Кремле. И они на 90%, ну хорошо, на 75% порождены коррупционным характером значительной части российской государственности. И если покончить с коррупцией, то тогда острота межнациональной проблемы сократится резко. Но пока основная часть граждан Российской Федерации, которые являются носителями русской культуры, дискриминируются по факту, не по национальности, а по факту это русская культура, ну вы знаете, это бомба, которая может нас взорвать, не говоря уже о том, что мне просто неуютно ходить по улицам. Потому что я знаю, что если со мной что-то случится, никто не будет искать виновных, если он будет с Кавказа или из Средней Азии. Ну вот самый факт последний. Нам в байкеры что ли записывают, в Сергеевом Посаде, когда убили на рынке байкера, байкера, только через два с лишним месяца, когда 300 байкеров Сергеев Посад приехало из Ленинграда, Москвы, из других городов и потребовали от полиции найти убийцу, его очень быстро нашли, которого никто не искал. Потому что он даже не прятался. Даже русский участковый не искал. Дело-то не в национальности. Нет, азербайджанского убийцу уже. А русский участковый, отлично, он знает, что если он попытается... А он знает, что если он попытается кого-нибудь найти, то его сначала зарежут. Просто зарежут. И никто не будет его защищать. Потому что за него заплатят взятку. Или его посадят, как это было в митинге. Он прекрасно это понимает. То есть даже не за взятку получается, а уже просто страх. Просто страх. Я говорю, кавказский террор. Это же не фигура речи. Посмотрите в Ютьюбе, там куча роликов, как уважаемые выходцы с Северного Кавказа, да и с Южного Кавказа, разговаривают с российской милицией. Да о них только ноги не вытерывают. Они же не знают, что хозяева в стране они. А все это государство, это бутафория. И только вот стоило приехать байкерам. И поскольку с байкерами мы знаем, и патриарх, и президент с ними катаются. Тогда они испугались. Тогда испугались и быстро нашли. Он даже не убегал. Только после этого он попытался убежать, его с поезда сняли, поймали. Так он не пытался убежать, потому что он знал, что он здесь хозяин. Он хозяин. Он хозяин. И хочет убивать, хочет милует. Он здесь хозяин. Ну, видите, как во время оккупации. А все этот закон, это для законопослушных идиотов. Вот и все. Я понимаю, что это очень обидно слушать. Законопослушным представителем, выходцем с Северного Кавказа и законопослушным людям из Средней Азии. Потому что вот даже ощущение, вот устроя вот эта свадьба на Жигулях, ребята с Дагестана, они бы не вышли из полиции. Они бы из полиции вообще живыми бы не вышли. Да, не вышли бы из полиции. Или из Рязани вот это произойдет такое. А на Феррари? На Феррари, на Лексусе. А Дагестан у нас депрессивная зона, куда из бюджета оплатят. Депрессивная зона, где люди нищие. Да, а их представители на Лексусах и на прочих шикарных машинах... Да, потому что федеральные деньги, которые туда вливаются... Почему лозунг «хватит кормить Кавказ» правильно? Потому что кормят не Кавказ. Кормят бандитов на Кавказе. И кормят воров на Кавказе. И чиновников наших. И чиновников. А нормальных людей на Кавказе не кормят. Поэтому в том же самом Дагестане партизанская война от отчаяния и безусходности. Там рассказывают про ваххабитов. Ну, вы знаете, если вы платите взятку за то, чтобы ваших детей собрали в армию, извините, это очень серьезная ситуация. А все деньги поверху достаются начальству. В этой ситуации, ну а куда деваться-то? И проблема межнациональных отношений не в горах Дагестана, и не в Центарое, а не в Кремле. Потому что коррупционное устройство государства уничтожает Россию и убивает носителей русской культуры. В конце концов, на Северном Кавказе огромное количество было людей русской культуры. Почему сейчас их так мало? Исчезающе мало. Почему они оттуда бегут вне зависимости от национальностей? И люди коренных национальностей и носителей русской культуры тоже бегут оттуда опрометью. Да потому что они увидели, что быть носителем русской культуры значит быть дискриминируемым. А вести себя так, как вели эти люди на Тверской значит быть хозяином всех и всяк. Естественно, эта русская культура слетела с них в течение 10 лет просто как осыпалась, как мишура. Естественно. Вот в чем дело. И если мы не хотим, не можем или не умеем ограничивать коррупцию, то нас будут убивать. Убивать безнаказанно и зная, что русских можно носить или русской культуры. Не по крови. Разных национальностей. Когда я в определенных ситуациях веду себя так, как отмороженный человек с Северного Кавказа, все очень хорошо. Все все понимают сразу. А мы должны понимать, что мы выходим из эфира. Все, до свидания, друзья. Удачи всем.